Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и ее ведущий Отец Назари. Иногда, когда общаешься с людьми светскими, да и не только, иногда и с верующими людьми, то, говоря о церкви, от них можно услышать такую фразу, что «Да что там церковь? Церковь — это всего лишь бизнес». И отсюда проистекают все остальные укоры в адрес церкви, что попы ездят на Мерседесах, что церкви все в золоте, да и вообще без денег в церковь войти нельзя. Никто за тебя даже не помолится просто так. И вот разобраться, насколько правдивы эти обвинения и утверждения, мы сегодня попытаемся с нашим сегодняшним гостем, директором некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр», мой дорогой друг Ирей Дионисий Левин. Тет, Дионисий, привет! Приветствую, Тет Назарий. Здравствуйте. Тет, Дионисий, как ты относишься к фразе, что церковь — это бизнес? Когда ты говорил преамбулу, я вспомнил, как мы с ребятами, ну как с ребятами, с моими ровесниками, в душе я еще ребенок, в понедельник собирались и играли в футбол. И на футбол я приехал на самокате, вот, а уезжал с моим старостой на его старенькой «Лады Калина». Вот, и мы играем с разными людьми в общем чате, и вот там есть бизнесмены. Вот, и, ну, ребята рядом уезжали на «Ауди», вот они бизнесмены. А я священник, и у меня был старостой. Мы приехали на самокате, уехали на старенькой «Ладе». Ну, конечно, это глупость. Конечно, это глупость, я по-другому даже не назову. Ну, церковь — это не бизнес, и даже если вообще убрать в сторону религиозный вопрос, и вот просто даже поговорить о структуре, как это все вообще функционирует, то церковь — это не бизнес. Вот, кто хоть немножко занимался бизнесом или знает, что такое бизнес, он поймет, почему церковь не бизнес, даже если просто убрать весь, все религиозное. А уж если говорить с точки зрения религии, ну, это как-то даже пошло обсуждать, что ли это. Ну, вот один из аргументов, который начинает человек приводить, что почему тогда в церкви все вот в золоте, почему церковь не может быть простой, как вот во времена Христа, то есть начинают вспоминать, что вот когда-то там и солнце светило ярче, и трава была зеленее, и апостолы в одних сандалиях проповедовали, а сейчас вот такое богатое убранство. Ну, и второй, скажем так, укор, что, ну, почему в церкви есть прайсы, допустим, что вот столько стоит крещение, столько стоит там венчание и так далее, и так далее, хотя человек, если это, допустим, да, там, не светский, который ни разу в жизни Евангелия не брал, а человек верующий, он берет, читает, ну, как же, вот здесь же написано, ту не приясти, ту не дадите, то есть даром приняли, даром даете, что же это за безобразие такое. И вот как нам, верующим христианам, верным чадам православной церкви на это реагировать? Ну, вот я попробую немножко по полочкам, и вот из трех частей будет мой ответ. Первый все-таки вернусь к вопросу бизнеса, что церковь еще можно было бы упрекнуть в том, что, дескать, собираете пожертвования ни за что. Вот, то есть вот какой-то такой упрек, он еще, может быть, мог бы иметь место быть, потому что все-таки, еще раз, бизнес – это в первую очередь продажи, это в первую очередь потребители, это в первую очередь какая-то борьба за клиентскую базу, то есть это определенная работа с аудиторией, и чем больше твоя аудитория, тем больше привлечение средств, тем выше уровень продаж и так далее. В церкви все-таки речь идет про то, что есть пожертвования, добровольные пожертвования, вот, и вот, как бы, за что люди жертвуют, да, тут неверующий человек может сказать, что, ну вот, я там на заводе, на заводе отработал, там, с 8 утра до 8 вечера, да, получил какую-то сумму, или там за кассой постоял, да, там, или мешки с цементом разгружал, а это вот батюшка пришел, к адилам помахал, по квартире походил, ему, значит, пожертвовали, да, то есть вот еще такой какой-то упрек, да, за неоправданность какую-то, может быть, вот уровня пожертвований, да, в адрес духовенства, я бы еще мог бы принять, вот, но опять же с очень-очень большой оговоркой, потому что есть люди, которые не жертвуют ничего, есть люди, которые жертвуют по мере возможностей, и люди, которые жертвуют много, потому что любят, потому что верят, и потому что это их, ну, право, и это их определенный путь к спасению, да, потому что милостыня, она во все времена, во все века, и абсолютно во всех религиях была очень важным составляющим духовного роста самого человека, и мы можем найти множество примеров, в том числе и примеров из 21 века, в том числе и примеров, о которых говорят очень публичные священнослужители, например, последний, я слышал подобный разговор отца Павла Островского, что я бы хотел отказаться от пожертвования, ну, потому что вижу, например, что мне совершает это пожертвование скромная женщина, и что там сумма пожертвования, ну, несопоставима с ее доходом, который я могу оценить визуально, да, что там, например, скромно одета, небогато обставленная квартира, и я пришел там, осветил, и она жертвует там, ну, условную сумму, на которую ты даже не рассчитывал, да, на которую ты мог даже не подумать, придя в такое жилище, и ты инстинктивно как-то вот, да, этически хочешь отказаться, сказать, это много, не нужно, да, но ты не можешь это себе позволить, ты не можешь себе это позволить, потому что эта женщина совершает свой путь к спасению, это ее путь к спасению. Ты можешь сделать по-другому, ты можешь принять у нее эти средства и пойти пожертвовать их сам уже другим людям, которые в этом нуждаются, так делал знаменитый великий русский праведник, святой 19-20 века, отец Ант Кронштадтский. Про него говорили, что у него несметное богатство, потому что огромное количество людей, создавались целые вагоны, которые из центральной России везли людей в Кронштадт на паломничество, к нему, на литургию, и его окружало огромное количество людей, огромное количество пожертвований к нему стекалось. Но что он делал? Он одной рукой брал, другой отдавал. Им был организован фонд, им была построена богадельня, построена школа, то есть ты не вправе отказать человеку в его личном пути к спасению, но ты вправе, взяв эти средства, не пускать их, например, на себя лично, а пустить их на какие-то проекты миссионерские, благотворительные. Собственно, отец Павел Островский об этом и говорит. Он говорит, да, я принимаю пожертвования, и это бывают разные пожертвования, но посмотрите, что мы на эти пожертвования делаем. Поэтому вот этот упрек, ну вот на него можно вот так ответить. Что касается золота, об этом много говорилось, что для человека, особенно древнего человека, живущего там в древнее время, даже в средние века, центральным смыслом его жизни являлась религия. Сегодня это, к сожалению, размазано и размыто. Говорю, к сожалению, не потому что я священник, а потому что человек все-таки должен жить чем-то большим, чем свое собственное маленькое хозяйство. Вот для древнего человека это очень ощущалось, когда твой уровень дохода, достатка и вообще в принципе жизни зависел напрямую от, будет ли дождь или будет засуха, придет саранча или нет, побьет градом еду твою, которую ты растишь или нет, начнется война с соседним княжеством или нет. И в этом смысле молитва древнего человека была намного сильнее, чем молитва современного человека. И поэтому для древнего человека было важным сначала храм обустроить, а потом свой собственный дом. И поэтому в любом селе, городишке, населенном пункте сначала храм строился. И человек сначала обустраивал его и нес туда. И да, поэтому в любом городе храм — это центральное строение, это доминанта, и да, это всегда все самое красивое. Золото, не золото, неважно. Сегодня в церкви нет золота. Сегодня это все фольга. Я вот недавно делал иконостас в своем храме. Заходишь, думаешь, ого, золотой иконостас, подходишь ближе, но это просто фольга, наклеенная на гипс. Но впечатление создается красивое, и это важно, чтобы, заходя в храм, человек чувствовал, что это не квартира с поклеенными обоями. Хотя для Бога, и это абсолютно правда, это абсолютно справедливо, нет разницы, где мы совершаем молитву, и Бог не начинает нас любить больше за то, что мы там больше денег принесли и вложили в храм. Но для тебя самого это очень важно. И для меня, как для настоятеля, гораздо важнее, как выглядит мой храм, чем как выглядит мой дом. Что в моем храме? Матушка, может быть, со мной сейчас не согласится. Но это шутка, конечно. Но для меня гораздо важнее, как выглядит храм, где я настоятель, чем как выглядит моя квартира. И третье, что касается прайсов. Но давайте будем честны, все больше и больше храмов сегодня появляется, где никаких прайсов нет. Возьмем самый главный пример. Троитосергиево Лавра, Москва. Ты приходишь к мощам преподобного Сергия, заходишь, и там везде написано «за добровольное пожертвование». Ты можешь взять стопку свечей и не положить ни копейки. Можешь взять одну свечку, положить тысячу рублей. Это твое право, за этим никто не смотрит. У себя в храме я в свое время так сделал. Потом, к сожалению, был вынужден, вынужден сделал по-другому, потому что действительно свечи, записки являются основным доходом, вместе с пожертвованиями, основным доходом любого прихода. Но даже тогда, сделав там со свечку, установив цену в 25 рублей, я написал «рекомендуемое пожертвование». И все равно эти свечи лежали кучкой, была просто прорезь для бросания денег, и никто за этим не следил. Если у человека нет этих 25 рублей за свечку, или он считает, что это необоснованно, он может положить 2 рубля или 5 рублей, и взять одну или две или три свечи, и никто за этим не смотрит. Я просто, да, написал, что для нашего прихода, чтобы обеспечить функционирование детского центра, школы, зарплату сотрудникам, оплату коммунальных платежей, какие-то ремонтные работы, благоустройство территории вокруг храма, на которые это все делается из пожертвований. Ну, вот так вот. Но если же взять таинство, то, о чем ты сказал, ту не приясти, ту не дадите, практически ни в каком храме ты уже не встретишь, чтобы была плата за исповедь или причастие, это вообще нонсенс, такого в принципе не было никогда, мне кажется. За крещение, отпевание или что-то еще уже всегда венчание практически во всех храмах никакого прайса нет. Есть просто добровольные пожертвования. Можешь пожертвовать, не можешь не жертвовать, это твое право. Но при этом люди сами, они ведь сами немножко провоцируют эту ситуацию. В 95% случаев мой разговор с крестными родителями начинается с того, что меня по телефону спрашивают, батюшка, сколько у вас крещение стоит? Я говорю, стоп, крещение у нас не стоит нисколько. А вот беседа огласительная у нас есть, пожалуйста, приезжайте. Вот, поэтому, ну, ту не приясти, ту не дадите, да, это существенно, это важный упрек, это про благодать, которая дается священнику бесплатно. Но мы за это деньги и не берем. А как все-таки относиться? Хорошо, с прайсом мы поняли, что да, где-то их вообще нет, где-то это, скажем так, опять же, прайс в кавычках, то есть это все-таки рекомендуемое пожертвование, которое составляется, исходя из потребностей. Но опять же, оно не за таинство, да, то есть какие-то записки, свечки, да, но таинство, я не видел, чтобы было там крещение, там столько-то причастия, столько-то. Честно, я таких храмов даже не знаю. Хорошо, батюшка, тогда вот еще один, раз уж вот мы уже пошли по этой теме, один, скажем так, из укора в адрес церкви, оно касается торговли. Вот ты заговорил про бизнес, и на самом деле есть при храмах церковные лавки, где продаются иконы, да, то есть мы уже не говорим, да, о свечах, об обеднях, да, там, о молитве, а именно вот об иконах, может быть, там, крестики и так далее. Как вот к этому относиться? Опять же, мы в Евангелии читаем о том, как Христос, и нам об этом любят периодически напоминать, вошел в притвор храма в Иерусалиме и прогнал торгующих оттуда. Почему тогда вот у нас происходит такая торговля? Тоже нужно разделить на две части. Первая часть, ну, конечно, это нельзя назвать торговлей. Вот в прямом смысле того, как это, ну, слушайте, ну, давайте мы зайдем в магазин там или на рынок и зайдем в храм, да, все-таки место, где торгуют, торгуют, и церковная лавка очень сильно отличаются. И с точки зрения обстановки, и с точки зрения подхода. То есть в церковной лавке мы фактически просто перепродаем какие-то вещи, даже практически без наценки. Мы в 21 веке живем, мы больше не живем в 17-18 веке, где единственный, да, источник фактически, да, там церковь, церковная лавка, где можно что-то взять, там, почитать, да, или церковная библиотека. Нужно очень четко отдавать себе отчет. И иконы тоже. Мы практически перестали продавать иконы именные. Мы принимаем просто заказ у человека. Он говорит, вот, я ищу такую икону. После этого мои помощницы в лавке обзванивают поставщиков, и мы привозим конкретную икону конкретному человеку, и продаем ее фактически без наценки. То есть фактически просто переадресуем человеку то, что он попросил. И поэтому торговля, да, за счет чего живет купец, да, там живет человек, который торгует. И фактически просто перепродажа, да, перераспределение церковной утвари, книг от поставщиков, от издательств людям. Это, ну, совершенно разные вещи. Просто, ну, нужно вообще ничего не понимать, чтобы думать, что в храмах вот именно торгуют. Что же касается самой ситуации, что в храме бряцают монетами, это проблема. Тут я не буду открещиваться. Это большая проблема современных приходов, которые, опять же, многие пытаются решать, вынося церковную лавку за пределы богослужебного пространства. И я бы, вот, например, у себя в храме тоже очень хотел это сделать. Но мой храм находится на территории сквера. И если я попрошу администрации разрешения построить отдельную маленькую лавку рядышком, мне не разрешат, потому что это территория сквера. А если я это начну делать, даже если мне разрешат, я начну это делать, те же самые люди, которые рядом живут, они будут возмущаться, писать всякие жалобы, что мы тут стройку на территории сквера развели. За сквер или за храм. Да, а вынести эту лавку куда-то у себя в здании, там, на второй этаж, например. Ну вот представьте себе, бабулечка пришла с клюшечкой, и чтобы взять свечку, она должна на второй этаж подняться, а потом спуститься. Ну, то есть мы что получим, да? Ну, бабушки же будут и расстраиваться, и жаловаться. Поэтому, вот, например, в такой ситуации, как у меня, у меня вынужденная ситуация, я просто не могу этот уголочек из храма никуда вынести. А есть многие храмы, где это прекрасно сделано, например, взять духовную семинарию. Ты заходишь, церковная лавка на первом этаже, храм на втором этаже, это разведено. Да, есть многие храмы, где, там, например, Кирилл и Мефодия, ты заходишь, церковная лавка, отдельное здание, прямо на входе, на территорию храма, в храме только записочку ты можешь написать, или, там, свечку поставить, и все. И все приходы, которые такую возможность имеют, это делают. Потому что, да, конечно, бряться не монетами в храме, это действительно хороший упрек в наш адрес, но мы этот упрек принимаем, и мы с ним работаем. Те Дионисий, еще один стереотип, связанный с православной церковью, заключается в том, что церковь находится на полном обеспечении государства. Что государство строит храмы, что государство платит зарплаты священникам, и, то есть, люди жалуются, возмущают, что вот почему священники ничего не делают, да еще живут на наши налоги. Что вот можно ответить на такие обвинения? Мне кажется, таких людей уже и нет, вот честно, отец Назарий. Я даже не встречал в последнее время таких людей, но как-то вот в далекие, там, годы, там, нулевые, когда я только алтарничал, еще можно было такие разговоры слышать. Мне кажется, сейчас уже таких нет, потому что все прекрасно знают, что государство церковь не финансирует. Священники не получают зарплату от государства, это совершенно не, ну, я даже не знаю, как это глупость, не глупость, там. Единственное, что государство делает для церкви, это не облагает налогами пожертвования. Но это касается не только церкви, это касается абсолютно любой некоммерческой организации. Поэтому давайте будем честны, то, что церковь не облагается налогами за те пожертвования, которые люди приносят в храм, любая некоммерческая организация не облагается налогами за добровольное пожертвование. Поэтому здесь, в этом смысле, церковь ни на каком, ни на особом положении. Это абсолютно равный закон для всех. Вот. Что же касается формирования всех остальных процессов внутри храма, они происходят из того, сколько люди принесли пожертвований. Все, вот я настоятель, вот у меня есть доход храма, который формируется из добровольных пожертвований. Из этого дохода я плачу зарплату клиру, значит, священству, себе, плачу коммунальные платежи, которые церковь платит на том же абсолютно уровне, как и все структуры в нашем городе. Вот, например, у меня здание. Значит, в холодные месяцы я должен порядка там 60 тысяч отдать за тепло. И если я этого не делаю, мне приходят предписания от теплосетей Самары. И если я пытаюсь им сказать, что у меня в этом месяце не хватило пожертвований, мы там немножко задолжали, нам выставляют неустойки, начисляют пение и все остальное. То есть тут нет никаких снисхождений в адрес церковной структуры. Мы также платим за воду, за свет, за тепло. Мы не платим за аренду земли. Но это, опять же, это не только церковь. Большинство организаций, которые имеют какие-то строения на земле, это давно уже ушло в прошлое, что мы должны платить аренду государству. Это, как правило, сейчас совсем по-другому происходит. И церковь в этом смысле просто не исключение. Поэтому нет, государство, церковь не содержит. Отец, хорошо, немножко попробую сузить вопрос. Укор заключается в том, что почему государство вместо больницы и школ строит церкви? Не строит. Не строит абсолютно. Есть какие-то проекты, где государство так или иначе участвует, но это разовые частичные проекты, которые важны для общества. Например, взять храм вооруженных сил или храм Христа Спасителя. Да, в их строительстве участвовали государственные корпорации, государственные структуры. Например, Министерство обороны или другие какие-то структуры. Но, извините, это же не рядовой приход, построенный в каком-то спальном районе. Это доминанты, которые являются центром притяжения огромного количества людей. Они являются центром осмысления процессов, которые происходят, цивилизационных процессов, которые происходят в этот момент в обществе и в нашей стране. Они являются в определенном смысле символом и участие государства в строительстве таких зданий, зданий таких храмов, ну, мне кажется, абсолютно допустимо. — Те, Денис, и последний вопрос. Должен ли верующий человек обязательно быть бедным? То есть почему-то вот есть такая ассоциация, что когда мы проповедуем Христа, когда мы говорим о Евангелии, то это никак не сочетается с богатством. То есть богатый человек не может проповедовать о Христе, ну, потому что, во-первых, сами апостолы были простыми и рабоками, да, Христос там не одевался в дорогую одежду. И что странно видеть христиан, которые, и священников в том числе, которые имеют некий достаток и при этом проповедуют там о жизни вечной, о спасении. Насколько вообще вот правильно такое убеждение, правильно, что... — Очень хороший вопрос. Его тоже нужно ответ разделить на две части. В первой части я бы вспомнил слова святейшего патриарха, который сказал, что если у священника, который служит, например, в городе, и у него богатый приход, то есть достаточно средств, чтобы обеспечить не только приход, не только клир, но и себя, и свою семью. Так вот он сказал, что даже в такой ситуации, если священник благоразумный, он на Лексус не сядет. Это очень хорошая, мудрая фраза. Мне очень понравилось, я прям вот с большой благодарностью посмотрел коротенький репортаж о том, как в этом году московское духовенство поздравило святейшего патриарха. Не видел? Его пресс-служба опубликовала видео, где московское духовенство пришло к святейшему, преподнесли ему букет цветов, памятную икону и сказали, ваше святейшество, а еще в знак нашего подарка вам мы собрали деньги и купили дорогостоящее оборудование в одну из московских клиник. Вот это было совершенно шикарно. То есть, да, действительно, у многих приходов, особенно городских, есть достаток, есть возможность. Но вот у священника должно быть определенное благоразумие, да, в этом смысле. Вот, это первое. Второе, конечно, если брать шире не только духовенство, а вообще в принципе верующих людей, то, конечно, среди верующих людей могут быть и бизнесмены, и люди абсолютно нищие. Вот. И вопрос не того, сколько у тебя денег в кошельке, а вопрос, как ты этими деньгами распоряжаешься. Ты можешь быть нищим и озлобившимся на весь мир, и ненавидящим всех, и твоя нищета тебя не спасет. А можешь быть богатым, реализующим широкие благотворительные проекты, и не кичащимся, и не держащимся за свое богатство, и этим обретешь спасение. Может быть и наоборот, может быть богатым и закостеневшим в своем богатстве, таким вот кощеем, чахнущим над златом. А может быть нищим, как лазарь, который лежал, и к которому собаки приходили, который питался крошками, и при этом любил всех людей, и не осуждал того богача. Вот. Поэтому богатство богатству рознь, и дело не в объемах кошелька, а в отношении. Спасибо, отец Дионисий, большое за интересную беседу. Будем надеяться, что различные стереотипы, особенно которые касаются денег, не будут мешать людям находить свой путь к Богу, путь к церкви, и даст правильный вектор ко спасению. Спасибо, отец Дионисий. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok